Доехали до объекта, приступаем к осмотру узлов. Ого, оптекла! Как только приоткрыли, сразу пошел свежий воздух. Вот здесь вообще обратный уклон, и вода вся будет течь просто под черепицу. Немного странное решение применить обычную планку на фронтоне. Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на канале Униква. Служб психической поддержки Виталий Федоров и мой коллега Валерий Харламов. Сегодня едем на обследование кровли из землетопесчаной черепицы и подкровенных слоев. Доехали до объекта, приступаем к осмотру узлов. Оценить качество проклейки к стене не представляется возможным, так как стена уже оштукатурена. Приклеена, не приклеена, торчит пароизоляция. Что с ней? Непонятно. На доске поддерживающий утеплитель. Недостаточно крепежа, должно быть в каждом месте крепление к лагам, перекрытие по два крепежа. Видно снизу то ли пупение материала, то ли уже вода скопилась. Валер, ты там, о-о-о, воптекла. Сделай дырочку. Находимся на чердаке. Смотрим на пол и видим свет. Ну, соответственно, там пароизоляция. То есть, утепление сделано не вплотную к лагам. Наличие пустот в слое утепления, качество укладки утеплителя оставляет желать лучшего. На данный момент есть вход воздуха через карнизы, обеспечен. Выхода через линию конька нет. В чердачном пространстве очень жарко, нет никакого движения воздуха. Сама гидроизоляция вроде лежит аккуратно. Есть небольшое повреждение, незаклеенное. Посмотрим, что у нас с перехлёстом. Ну, вот выход в главный контур. Как только приоткрыли, сразу пошёл свежий воздух. Здесь практически уклон к роли градусов 5-7. То есть, сюда, в принципе, применять черепицу нельзя. Более того, она смонтирована с уклона в сторону замков, а не от верха к низу. В результате чего может затекание быть прямо в замке черепицы воды. Сюда при таком угле нельзя было использовать черепицу. Вот здесь вообще обратный уклон. И вода вся будет течь просто под черепицу. А яндову, по идее, должна была идти вот от этого места. Ну и, соответственно, вот до угла. То есть, начало яндовое вот отсюда, оно вообще непонятно зачем. Конструктивно его здесь быть не должно. Из-за этого плоскость черепицы получилась не прямолинейная, а вся кривая. Видим, что расстояние между капельником конденсата и жёлоба буквально 5 миллиметров. К чему это может привести? Снег, сползающий с черепицы, может упереться в жёлоб. За счет этого вентиляционная лента будет закрыта снегом для того, чтобы в главный контур вентиляции попадал воздух. Именно зазор, который снизу остается, он должен быть не меньше двух сантиметров. Здесь он всего 5 миллиметров. Этого будет недостаточно для хорошей вентиляции, пока засыпан жёлоб снегом. Шаг черепицы с монтированным состоянием 28 сантиметров. Черепица смонтирована с перевязкой между рядами, что не рекомендуется производителям, так как не позволяет черепице потом двигаться в процессе эксплуатации и играть в замках. После установки черепицы видно наличие незакрытого крепежа, дырки между черепицей и смонтированным аэроэлементом конька. В вальме вообще дырка под кровлю. Ну и конечно коньковую черепицу на хребтах нужно монтировать так, чтобы она приходила под вальму одинаковыми размерами. Это просто некрасиво смоется. Коньковая хребтовая обрешетина скорее всего не выставлена по высоте, поэтому коньковая черепица при укладке начинает подпрыгивать, не имея одной ровной линии. Вальмовую черепицу закрепили на саморез, хотя по идее должно быть три зажима коньковой черепицы. Но конек видно относительно хребтов немножко провален. Неправильно сделан под коньковый ряд черепицы, то есть ее не подрезали, а выпустили целиком на ниже идущий ряд. Соответственно шаг получился на предпоследнем ряду 17 сантиметров всего. Примыкание пристройки к стене дома. Но что плохо, что лента заканчивается на подъеме на волну, поднимается и останавливается. Соответственно вода стекающая выжат. Подрывать ее, пытаясь стечь дальше вниз. То есть нужно оставлять на максимальной фазе заведения ленту. Ну и собственно говоря, подъем ленты на стену составляет там примерно 5 до 9 сантиметров. Лента не прокатана, не совсем приклеена. Немного странное решение применить обычную планку на фронтоне. Потому что под нее может задувать снег и влагу. Здесь вообще не герметично. Просто дырка, подкровельное покрытие. По идее нужно было бы использовать сложную планку, которая бы заходила под черепицу, как в Яндове. А сбоку был бы отбойник, который закрывал бы торцы черепицы. Снегозадерживающие скобы стоят не по рекомендациям. То есть скобы нужно на черепице распределять по всей длине ската. Они стоят как на гибкой черепице, только ближе к карнизу в 3 ряда. В результате чего на самый верхний сначала будет проходить самая большая нагрузка снеговая. В результате чего их может в принципе оторвать. И так постепенно, одно за другой. То есть нужно обязательно расставлять скобы по всей плоскости ската, для того чтобы распределить снеговую нагрузку. Уплотнительная лента в Яндове под черепицей есть, но не должна она вылезать за пределы черепицы. Ну и конечно приклеена она должна быть. Потому что она будет торчать, ее вместе снегом может выдрать до конца. Черепичка подрезана. Линия резки Яндовы более-менее ровная, аккуратная. Черепицы жестко не закреплены. Плохо то, что они вообще не закреплены. Судя по всему, черепица запрягается наверх. Значит она не закреплена. Яндовы закрепили правильно к учащенному настилу, а не к основной решетке. Вот видно, что уплотнитель вообще не приклеен. Примыкание черепицы к трубе. Недостаточная высота заведения на трубу. Пока прижимной планки нету, не установлено. Вот в этом месте внизу сделано примыкание поперек тока воды, что лента впоследствии может отрывать. В верхней части не сделано водоотведение из-за широкой трубы. Ширина трубы примерно метр пятнадцать, метр двадцать. Соответственно все примыкание здесь ленту будет отрывать. Лента заканчивается на черепице, не уходит под вышестоящую. Вот сюда вот не уходит под вышестоящую. Соответственно вот сюда вот будет попадать вода и отрывать примыкание, пока все это не потечет в итоге под трубу. Ну и приклейка сделана не к трубе, а к гидроизоляции. С одной стороны установлена прижимная планка. Только прижимную планку установили кверх ногами. То есть вот эта часть должна быть сверху, а эта часть должна быть снизу. Потому что теперь некуда вообще даже герметик заложить и сделать прижимную планку герметичной. Мы вернулись с обследования. Ошибок на проверенном объекте было достаточно много. Ну в данный момент, собственно говоря, теперь будет работа за компьютером. Проведется оценка отснятого фото и видеоматериала для фиксации выявленных недостатков. И для подготовки заключения с нашими рекомендациями для заказчика обследования. Всем пока. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.